Доброе утро! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаева, Черкесия. В нынешнем году исполняется 10 лет, как поселок Архыз получил всероссийскую известность в качестве всесезонного курорта. Сюда с удовольствием приезжают как любители зимних экстремальных дисциплин, так и поклонники пеших прогулок по горным тропам. Согласно официальной статистике, несколько дней назад здесь побывал трехмиллионный турист. Из Архыза репортаж Артур Амкце. Друзья здесь отдыхали уже не первый год и сегодня в этот раз с ними приехали с ребенком в отпуск покататься на лыжах, на сноуборде. Вот первый его сезон. В целом здесь первый раз, но достаточно все неплохо выглядит. Единственное, наверное, из минусов, конечно, очередь на подъемнике, но, наверное, сейчас везде так. Мы сначала были на Элебрусе. Красота гор красивая, все хорошо. Единственное, по сервису даже с нашими сибирскими курортами Шерегеш отстает. Здесь мы сегодня первый день в Архызе, но на глаз уже нравится. Одни туристы приезжают сюда как на пробную вылазку в ранее неизвестное место. Другие – по рекомендации знакомых. Третьи уже являются завсегдатаями, успев оценить красоту природы и качество услуг. А ведь каких-то 10 лет назад здесь было только первое. До 2013 года ни о каком сервисе и комфортном пребывании в Архызе и речи не шло. Мы каждый год растем, и трехмиллионный ситель как раз-таки зафиксирован, начиная с 2013 года. Каждый год туристический поток растет сюда. За 2022 год зафиксировано 740 тысяч людей, которые посетили. Это на 8% больше, чем в 2021 году. Туристический поток в Архызе ежегодно прирастает, причем и зимой, и летом. Так, с начала 2023-го курорт посетили около полумиллиона человек, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что является причиной для радующей глаз динамики. Разумеется, постоянное развитие курортной зоны, улучшение инфраструктуры, то есть удобного размещения, пребывания, предоставления широкого набора услуг. Это результат совместной работы руководства региона и организаций, курирующих совершенствование туристического кластера. Построенная «Романтика», «Лунная поляна» и еще одна туристическая деревня «Дука». Это все приведет к тому, что трассы и количество трасс увеличится, зона катания увеличится. Если сейчас это 27 километров трасс, то до 2030-го года мы планируем, что у нас будет 130 километров трасс, 15 тысяч мест размещения. Не останавливаться на достигнутом, улучшать то, что есть. Дороги, парковки, удобства для проживания. Планирование и реализация задуманного позволяют ежегодно принимать все большее число туристов. Нужен сервис по высшему разряду? Такой есть. Кто-то предпочитает эконом-режим, тоже возможны варианты. Все организовано хорошо, все в одном месте. Проживание на любой кошелек. У нас вот хостел, допустим, у нас позволяет возможность. Мы там стараемся экономить на проживание. У нас задача покататься приехать. Платим по тысяче рублей. А кто хочет кайфовать, они там и по десятке отдают. Здесь классно, очень крутой курорт. Молодой, классный, набирает обороты. Надеемся, что на этом не остановится, а будет только лучше и лучше с каждым днем. Артур Махце, Ислам Урумов, Вести, Корчаев, Черкесия. Зеленчукский район. Как предотвратить возможные заболевания с первых дней жизни ребенка и какие факторы отрицательно влияют на его здоровье? Об этом нам рассказала заслуженный врач Карачева-Черкесии. Руководитель отделения патологии новорожденных республиканского перинатального центра Фатима Хубиева. С ней беседовал Алибаташ. Первым и главным условием здоровья ребенка, по мнению заслуженного врача республики Фатимы Хубиевой, является питание по возможности натуральными продуктами и отсутствие вредных привычек у родителей. Отказ от курения, алкоголя, наркотиков в пользу здорового образа жизни. Сидячий образ жизни, зависимость от уже теперь и от телефонов, и от игромания. Вот это все способствует, с этого все и начинается. Вот у таких родителей здоровое потомство не может быть. Это способствует не только недонашиваемости, но и если беременная женщина будет иметь вредные привычки, можно столкнуться и с новорожденным, который уже имеет синдром отмены, если мама потребляла наркотики. Влияние вредных привычек у отца такой же, как и у матери тоже. А после того, как младенец появился на свет, главным фактором, влияющим на его здоровье, является грудное вскармливание, если нет противопоказаний, а также совместное пребывание матери и ребенка. У нас в перинатальном центре, уже в родзале, если на то нет противопоказаний, а такие противопоказания единичные, родившегося ребенка уже в родзале первые полчаса прикладывают к груди матери, чтобы младенец, появившись на свет, получил капельку молозива. Молозива – самая ценная часть грудного молока, которая содержит антитела от всех практически заболеваний, которые перенесла в свое время мама. Небезопасным для здоровья малыша может быть использование национальной люльки, предупреждает врач. Национальные люльки использовали из покон веков, но тогда не были доступны такие вещи, как коконы. Но не все было изучено в медицине. И вы знаете, в люльках очень часто синдром внезапной смерти. К сожалению, такие случаи и по сей день бывают в аулах, в селах. Правильная гигиена и уход, наличие необходимых прививок, своевременное лечение, основанное на достижениях медицины – это главное условие, чтобы будущий гражданин страны был здоровым и счастливым. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева, Черкесия. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин В картинной галерее Черкеска открылась выставка картины «Скульптор» к 70-летнему юбилею известного художника Крачева Черкесии, имя и творческий след которого известны далеко за пределами республики Магомеда Исмаиловича Хабичева. Его творческие работы завораживают своей насыщенностью и многоплановостью. На юбилейной выставке побывал и Алихан Лепшоков. Он владеет всеми жанрами художественного творчества. Каждая работа Магомеда Хабичева является целым самобытным миром, который приковывает взгляд посетителя в выставке. Выставка его творческих работ открылась в день его 70-летнего юбилея. Собравшиеся отмечали, что Магомед Исмаилович неоднократно становился дипломантом международных выставок. А ряд его произведений находится в частных коллекциях в России и далеко за ее пределами. Его ярко выраженный кавказский менталитет, самобытный талант художника возвышает его до образа национального героя. Творчество Магомеда Исмаиловича по праву считается новым этапом в развитии национальной культуры и искусства Карачаева Черкесской Республики. Заметными веками творческого пути мастера стали такие произведения монументально-станковой культуры, как в культурной композиции «Скорб», «Село Красный Курган», «Аллея героев Великой Отечественной войны», «Село Учкикен». На мероприятии дали высокую оценку творчеству скульптора и присвоили Магомеду Хабичеву почетное звание гражданина Малокарачаевского района. В своих работах вы сумели выразить дух нашего народа, его достоинство и мироощущение. Ваш многогранный талант вызывает искреннее восхищение. Мы, ваши земляки, знаем вас как доброжелательного, отзывчивого, трудолюбивого, скромного человека, пользующегося уважением коллег. Его работы передают богатый культурный мир карачаевского народа. Магомедом Хабичевым были представлены лучшие произведения, известные широкому кругу ценителей искусства. Известны такие его работы, как «Дочь Апсаты», «Страна Алания», «Татаркан». Он является создателем аллеи героев Великой Отечественной войны в селе Учкикен. Магомед Хабичев является скромным художником, который неустанно труится, обогащая культурное наследие карачаевского народа, отмечали собравшиеся. Хочу сказать о нем как о человеке. Человек удивительной порядочности, скромности, огромной трудоспособности. Вот эта награда, которая сейчас ему была вручена, мы как-то разговаривали с главой района и с депутатами, она, по сути дела, в течение буквально одного года, юбилейного года, во всех населенных пунктах были построены обновленные памятники. Это его труд. Сам виновник торжества Магомед Хабичев поблагодарил всех собравшихся за такую высокую оценку его творчества. Творческих успехов всем. Дели, работы, науки и так далее, так далее. Желаю крепкого здоровья всем родственникам и вообще всему нашему народу, чтобы наш народ процветал и показывал самые высокие результаты в науке, искусстве и в других областях. Олег Ханепшоков, Мединаджан Кезова, Олег Малхожев, Вести, Карачаева, Черкесия. Школа-аула Нижняя Циберда славится не только талантливыми педагогами и учащимися. Здесь имеется и музей старинных вещей, которые собрали учителя со своими подопечными. Наша съемочная группа познакомилась с предметами старины. Альбина Курачинова-Кенжева подробнее. Руководитель школьного мини-музея Людмила Тиунаева горделиво демонстрирует нам свое детище и говорит, экспонаты знакомят ребят с бытом и укладом жизни наших предков, с традициями горского народа. Музейные экспозиции широко используются в учебном процессе и позволяют разнообразить занятия по истории, родному языку и литературе. Знакомство детей с традициями и обычаями своего народа помогает ребятам стать лучше, чище, духовно богаче. При помощи этого музея мы с детьми полностью все объясняем. В старину как и чем они пользовались и для чего все эти вещи применялись. И вот сейчас что их заменяет? Вот если посуда, в старину только деревянные были, а сейчас у нас какие подносы красивые. А тогда они пользовались вот такими деревянными вещами. В музее представлено несколько разделов – предметы труда и быта, одежда, ткачество, вышивка. Здесь дети узнают о предметах домашнего обихода, которые уже стали историей. Учитель рассказывает о традициях, обрядах, показывает, как наши предки пользовались бытовыми вещами. И каждый желающий может попробовать это сделать своими руками. Каждый музейный экспонат ребята могут взять в руки, посмотреть, как он устроен. Мало того, многие ребята сами пытаются пополнить школьный музей различной утварью. Ведь у многих предметы старины хранятся дома от прабабушек и прадедушек. Такой музей и такая обстановка всем детям нужна. Всем, чтобы в каждой школе был вот такой кабинет. А как часто посещают дети музеи? Каждый день у нас расписание. Дети приходят. Потихонечку все. Не все сразу мы объясняем. Вот, например, если платки, я один урок посвящаю вот этим платкам. Как, что, к чему. И так по порядку. И так выходит целый год. Мы обновляем. То, что мы обновляли, показываем тоже опять детям. Дети тоже стараются. Даже родители стараются детям помочь и что-то нам сделать такое старинное. Сегодня взрослые дети проявляют большой интерес к старине, обычаям, обрядам, традициям. У людей появляется желание узнать, как жили их предки несколько столетий тому назад. Через живое приказновение к культуре наших предков прививается любовь к родине и к народному творчеству. Альбина Курочинова-Кенжи Валибастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Нижняя Тиберда. На этом субботний выпуск Вестей подошел к концу. Приятных выходных и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!